МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все самое новое и современное, что есть на вооружении у врачей региона, в Иванове состоялась 11-я по счету выставка медицина и здоровья. В ней приняли участие все крупные лечебные учреждения Ивановской области. Рейтмотив этого года – десятилетие детства. Стартует оно в 2018-м, согласно указу президента. Субъекты готовят план мероприятий. Прежде всего, это внедрение в области проекта «Школьная медицина». Тот проект, который сейчас запускает Минздрав в пилотных регионах, мы будем в нем участвовать и будем наращивать обороты по сохранению и приумножению здоровья школьников. Это детство родов вспоможения. У нас в регионе достигнут минимум младенческой смертности 3,1. Это лучший показатель ЦФО. И наша задача сейчас стоит в том, чтобы работу свою выставить таким образом, чтобы этот тренд сохранить. А если говорить о медицинских трендах в глобальном смысле, то речь прежде всего идет о высокотехнологичной помощи. В Ивановской области ее более 40 видов. В детской областной больнице операции по исправлению у малышей плоско-вальгусной деформации стоп относят как раз к категории высокотехнологических. А все потому, что процедура на порядок сложнее многих других, но при этом мало травматична. На стопе делают небольшой надрез около сантиметра. С помощью специального инструмента вводят имплант, который фиксирует ногу в правильном положении. За этот год выполнено около 80 подобных оперативных вмешательств. У взрослых операция уже меньше дает положительных результатов, потому что стопа выросла, она уже сформировалась. То здесь наша операция позволяет дать вектор развития для стопы, и дальше она развивается так, как необходимая. А вот этот имплант, он на всю жизнь остается? Нет, у детей мы его ставим на два года. От одного до двух лет он ставит. Этого достаточно для того, чтобы полностью переформировалась работа стопы, динамика ее, заработали мышцы так, как необходимо. И в дальнейшем, уже убрав даже имплант, полученные коррекции, она сохраняется. А это ноу-хау областного центра реабилитации. Называется «Хэнтутер». Его получили по целевой программе. Таких всего два. Стоимость каждого – полмиллиона рублей. Это аппарат биологически обратной связи. Нужен для восстановления функции высшей нервной деятельности. Например, при детском церебральном параличе или после инсульта у взрослых, когда рука не слушается. Пациент играет в компьютерную игру, а кисть, между тем, работает и выполняет нужные упражнения. В игровой форме человек мотивируется на какие-то движения и действия и не устает. Тем не менее, вот именно тонкие координированные движения кисти, представительство которой больше всего в коре головного мозга, и приводит к улучшению результатов, к восстановлению. Выставка «Медицина и здоровье» – одно из самых интерактивных мероприятий, которые проводят люди в белых халатах. Здесь можно получить консультацию практически любого специалиста, узнать свою группу крови, пройти ультразвуковые и скрининговые исследования, определить гемоглобин и уровень сахара. Людмила Гроздева, например, зашла специально, чтобы давление ей измерил специалист. А вдруг домашний прибор врет? Я сама плохо контролирую, а вот пришла сюда посмотреть, как мне смирить давление. Смерили нормально. Ну, сегодня, может, денег, как сказать, немножко погода подкачала, может, оно прыгать, нет. Ну, вот так вот решила прийти посмотреть. С особым интересом выставку осмотрел временно исполняющий обязанности губернатора Станислав Воскресенский. Остановился у каждого стенда. Утром в пятницу глава региона провел встречу с руководителями медучреждений. Большинство проблем отрасли связаны с недостаточным финансированием. У нас, кстати говоря, в бюджете, который правительством внесен в областную думу, дополнительно предусмотрено 40 миллионов рублей на высокотехнологичную помощь. Прежде всего, связано с кардиологией. И уверен, что выделение этих денег, оно скажется на снижение смертности в целом в Ивановской области. Пока ситуация, мы, конечно, не можем быть удовлетворены. У нас высокие показатели смертности, низкие показатели рождаемости. Станислав Воскресенский вручил государственные награды лучшим медикам региона. В этом году почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» получил хирург больницы имени Куваевых Сергей Барбетов и заведующий кафедрой фармакологии и медакадемии Татьяна Гришина. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.